Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 18 апреля, за окном завывает у меня вьюга и метель, сижу в ожидании мороза, вечер. Сейчас отвечу на все вопросы, которые накопились за сегодняшний день. Но в основном это будут не вопросы, так как многие уже посмотрели сегодня видео, вот этот как бы юбилейный, где я объяснила, что 2 года каналу, 100-тысячный рубеж мы перешагнули. И большинство комментариев, конечно, вот по поводу этого видеоролика, и это очень хорошо, потому что комментарии все такие как позитивные, доброжелательные, пожелания здоровья, хорошего урожая. А в такую погоду, которая сейчас у меня и у большинства из вас, потому что я комментарии ваши тоже читаю, у всех мороз, у всех снег, даже вот сейчас с Кавказа пришло, что цветут деревья, а ожидается мороз. Все люди в таком напряжении, и вот этот видеоролик позитивный, доброжелательный, он как раз поднимет нам всем настроение. Сегодня буду читать каждый комментарий, пропускать не буду, несмотря на то, что почти все они, ну как, информации никакой мы с них не получим. Мы просто вот эти вот такие пожелания, добрые, чудесные, прочитаем для повышения настроения, просто для поднятия тонуса в такие морозные дни. Так, начинаем. Любовь Селезнева пишет, Оля, вы удивительно позитивный человек, восхищаюсь с вами, удачи вам во всех ваших делах. Тос-тык. Благодарствуйте, очень интересное видео. Но это вот все про этот видеоролик. Пишет Любовь, поздравляю с таким достижением, спасибо вам за доброту, позитивность. С вами у меня первый раз получилась такая шикарная рассада, почти как у вас. И я уверена, что с вами и ранние помидорки получатся. И это здорово, что вы есть такая, какая есть. Вас приятно смотреть и слушать. Удачи вам, здоровья и успехов в огородном деле. Вот это я о чем говорила, это самое главное, когда человек пишет, что с вами у меня первый раз получилась такая шикарная рассада. Вот это лучше всякой серебряной кнопки, лучше всего. Конечно, очень приятно, когда человек что-то, как посмотрел видео, что-то послушал, и у него вдруг раз получился богатый урожай, получилась хорошая рассада. Хотя многие пишут, что у меня много лет не получалось. Это очень приятно. Я всем желаю, чтобы на основании моих видеороликов, на основании советов, которые люди дают вам, чтобы у вас все-все получилось. Тамара пишет, большое спасибо за прекрасный канал, много полезной информации получила от вас. Молодец. Владимир Крыженков пишет, большое спасибо от карагандинцев. В Караганде очень давно была, это Казахстан, по-моему, да? Но там тоже климат не очень, мне кажется, такой мягкий. А, счастливая домохозяйка. Ольга вспомнила, не забывайте про кулинарные рецепты нам рассказывать. Наталья Шульгина пишет, когда я еще рецептами заниматься? Для этого есть другие каналы, на которых есть рецепты, потому что я не права. Нет, ну почему? Я думаю, что вы, да, не правы, потому что я осенью все заготовки, которые делала, я показывала и рассказывала. И человек, который, например, не ходит по кулинарным специально там каким-то каналам, смотрит огородный канал, вырастил томаты, раз, тот же рецепт, как его посолить, как сделать суповую заправку. Мне кажется, это очень удобно. Хотя, да, там вот некоторые пишут, что меня сначала осенью кто-то критиковал, зачем вы это еще сюда вставляете, раз огород, значит огород. Я так не считаю. Огородная кулинария, она с огородом связана у нас очень тесно. И сейчас, как только появятся первые салаты и первые вот это зелень, я обязательно буду делать салаты и буду показывать вам, какие делаю салаты, потому что некоторые люди умеют вырастить, но не умеют как бы разнообразить этой зеленью свой рацион и не умеют вкусно приготовить салат. Это я не про всех говорю, кто-то, конечно, уже умеет, но вот, например, кто первый раз вырастил салат, в общем-то, просто так его кушать на вкус, он безвкусный. Но из него можно сделать такие различные вариации вкусных салатов, вкусных и полезных, буду показывать обязательно. Хоть некоторые в прошлом году, как говорили, что ни в свои сани не садись, ведешь огород и веди, но это я сама решаю, я взрослый человек. Так, Екатерина Лопатина пишет, поздравляю, молодчинка. Валентина Гольтяева пишет, молодец, так держать. Наталья Куракулева, спасибо за ваши советы, часто использую на практике, очень рада, что вы у меня есть. Ну, тут счастливая домохозяйка. Оля, поздравляю, вы нам, нашим подписчикам, очень нужны, меня окружающие люди за дуру держат, за то, что я люблю копаться в огороде и хочу держать скотину, но со скотиной здоровье не позволяет. А вот огород, по мере сил, это мое. Про содержание хозяйства смотрю тоже каналы на ютуб, а вам еще раз спасибо, учительница вы наша. Ну, я тоже сказала спасибо, что вы меня поддерживаете. Кстати, вот мы живем в городе, мы скотину держали всю жизнь. У нас было время, когда были моложе, у меня дома росло 5 свиней. Мы каждый год покупали гусей, выращивали летом, рыли им даже специально вот такой искусственный водоем, чтобы они у нас плавали, чтобы им было, они же любят воду, водоплавающие гуси, там уточки, чтобы они не чувствовали себя как в неволе. У нас были куры постоянно, кого только у нас не было. Но со временем старше стали, уже не стало. Мы, короче, не стали свиней, прекратили держать, когда мы хотели развести, вдруг подумали, что мы сможем купить свинью и борово, и развести маленьких поросяток. Выращивали свинью 2 года, чтобы она была свиноматкой. Ну и он, короче, прыгал-прыгал вокруг нее, она ему так не далась, ему разозлило здесь. Мне стало обидно, что столько лет ее выращивали, а потом их пришлось колоть все-таки, в ней оказалось одно сало. После этого мы свиньи не покупали. Плачевный опыт. У меня есть на каждый случай жизни плачевный опыт и положительный. И собак разводила, кавказцев тоже. Прелесть. Маленькие медвежатки. По 13 штук рожают. Это ужас, это такая хлопота. Еще труднее, чем с огородом. Так, Надежда Кураленко пишет. У меня 4 плюс в теплице подвяли, отливало, брызгало, отошли. А потом свет при ветре погас и пришлось домой таскать. Это сегодня в Хакасии, как у вас. Это вот все про рассаду. Но я говорю, что плюс 5 это уже крайний предел. 4 вот видите, подвяли листья. Хотя вот там нам мужчина писал, что ничего и плюс 2 можно держать. Рисковать не нужно. Все-таки это наш труд в течение нескольких месяцев. Кто-то уже 2 месяца уже выращивает эту рассаду. У кого полтора. Елена Корсун пишет. Поздравляю. Обо всем понемногу. Пишет. Добрый день, Ольга. В каком регионе вы живете? Алтайский край. Ну и регион считается Сибирский. Город Биск. Наш город, конечно, такой, что его мало кто знает. Некоторые даже не слышали, что есть такой город. Ну, Алтайский край, надеюсь, все знают. У меня еще интернет тормозит. Сейчас маленько продвинемся. Опять вот в каком регионе живете? Снова Алтайский край. Татьяна Аносова. Первый раз вам пишу. Смотрю ваш канал уже 2 года. Все нравится. Все понятно. Выращиваю помидоры, но много не знала. Все получается отлично. Спасибо вам. Дай бог вам силы здоровья. Долгих плодотворных лет. Я живу в Воронежской области. Погода сейчас ненамного отличается от вашей. Нет снега, но морозы тоже. Все укрыло, но подмерзла редиска. Ничего себе, даже редиска подмерзла. А помидорчики и все остальное пережили в теплицу под укрывным. Редко сейчас встретишь таких людей, как вы. Удачи. Да, еще понравились ваши сибирские сорта помидоров и перцев. Посадила отличные крепыши. Жду попробовать на вкус. Только вот петруша не нашла. Адемидов прекрасный. Еще раз спасибо, ваша поклонница. Она тоже написала спасибо за пожелание. Вот Татьяне такое, она большой комментарий мне написала. Потом. Ну, в каждой бочке меда должна быть одна ложечка дегтя. Вот тут пишут мне. На вопрос, заявленный в названии ролика, можно ответить двумя словами. Развели болтовню одного и того же на 10 минут. Что же вы так не уважаете время ваших зрителей? Ну, вообще, я уважаю, конечно, мне кажется, я не туда залезла, это еще вчерашний комментарий. Я уважаю время моих зрителей, а иногда болтовню развожу. Ну, я уже отвечала, что иногда человеку нужен не только рецепт, чем обработать растение, но и просто моральная поддержка. Скажешь несколько слов таких ободряющих. Некоторые за этим и приходят на канал. Кто-то считает, это болтовней, а для кого-то действительно это вот именно то, чего они ищут на канале. Так. А то я что-то не с того места начала. А вот пишет. Наталья, о тех рецептах, заготовках, которые нам Ольга сегодня показывала, тогда некоторые критиковали, а мне эти рецепты нравятся просто и быстро, а главное, проверено времени и знающим человеком. Но я уже об этом только что сейчас говорила. Вот Ирина Галактионова пишет. У меня в теплице такой же рабочий порядок, все под рукой. Это про беспорядок в теплице. Галина Мешкова пишет. У нас во Владивостоке плюс 10, а сейчас вечер плюс 7. Но сегодня ближе к вечеру поднялся сильный ветер. Как-то наша капустка на грядке. Сегодня утром проверяла. Она пока была жива, но было только минус 5. Вот до минус 5 везде написано, что капуста выживает. А сегодня ночью будет минус 8 и неизвестна судьба нашей капустки, которая в открытом грунте. Одна одинешенькая, голенькая, не укрытая ничем. Наталья Петренко пишет. Толечка, у вас большой юбилей. Присоединяюсь ко всем поздравлениям. Вы наша сибирячка. Мы очень вас любим. Будьте такой же неунывающей, остроумной красавицей. Мы гордимся вами, равняемся на вас. Крепкого здоровья и личного счастья. Спасибо, Наташа. Спасибо всем, кто написал поздравления. Евгения Стяшкина. Вас хочется слушать, вникать во все учиться, у вас узнавать много полезного для себя. Хотя я того же возраста и всю жизнь живу в деревне. Теплицу имею 2 года, учусь. Спасибо, что делитесь своим опытом. Знаю сегодняшнюю погоду у вас. У нас также хакасия. Успехов вам, мы с вами. Да, у нас погода, по-моему, у всех одинаковая сейчас в сибирском регионе. Кто не пишет, у всех очень плохо. Людмила Шепелева пишет. Поздравляю вас, Ольга. Елена Кобзарь. От души поздравляю вас. Желаю процветания каналу. Здоровья, терпения, удачи. Спасибо. Любимая Помидоренко написала. Ольга, вы рассказали почти про мое детство. Все пришло с возрастом. Вот я и пишу, что я думаю, почти у всех так было. Все сначала в детстве нас принудительно заставляют, а в старости сами бежим на огород. И она же пишет. Олечка, поздравляю, Наталья Мыльникова. Я сама выросла в деревне, думала, что все знаю про растишки, но попав на ваш канал, поняла, что я далеко заблуждалась. Вы многому меня еще научили. Спасибо большое вам, мой педагог. Поздравляю. Хороших вам урожаев и еще много-много подписчиков. Спасибо, Наташа. Людмила Березань. Оля, тебя тоже поздравляю. Это только на твоем канале. Люди общаются, друг с другом дают советы. Желаю тебе здоровья и процветания. Вот это мне больше всего нравится. То, что люди стали приходить на канал и помогать друг другу. Потому что я говорю, что вот один мой совет, он не стоил бы ничего. Потому что у меня с одной стороны, мое мнение, как однобокое, вот начали про огурцы. И там столько комментариев. Один выращивал, один огурец, другой другой. И вот с этих, например, начинающему огороднику, со всех комментариев, можно составить целый список. Например, из 5-6 сортов, три из которых, вот я больше чем уверена, останутся в его огороде навсегда. Так же, как у меня вот остались, Настенька и внучок, они у меня остались навсегда. Я следующие буду добавлять, пробовать. Но Настя, внучок, останутся всегда. Так и с этим. Вот сейчас очень много хороших про изумрудные сережки, изумрудный поток. Еще их попробую. Наверное, они тоже останутся навсегда в моем огороде. Спасибо, Юлия пишет. Спасибо, что сделали такой информационный канал. Семена ваши все взошли, буду ждать урожай. Я очень рада за семена, очень рада за вас. Все будем ждать урожай и будем хвалиться друг перед другом. Жозефина Рос, вот нас дразнит тут. Пишет, а у нас жарко. Сегодня копали грядку под помидоры. Я как представила свои сугробы в огороде, когда поливать редиску, чуть ли не на лыжах приходится идти вставать. Но не дразните нас, Жозефина Рос. Наверное, не в нашей стране живет она. Марина Васильева пишет. Ольга, большое вам спасибо. Много умную училась. У вас лайк. Я вас сейчас всех предупреждаю, что если вдруг отключится камера, у меня зарядка подходит к концу, то мы будем с вами прощаться без слова до свидания. Если камера отключится, значит все, сеанс закончился. Так, дальше. Оля, поздравляю вас с удачей здоровья, побольше подписчиков, процветания каналу. А я не могу подружиться с капустой. Получите, пожалуйста. Вот знаете, я два года назад делала 7 или 8 даже видео подробных, подробных, подробных. Вот сейчас, как только метели пройдут, возьмемся за капусту. Я выйду, я сама тоже буду делать еще один холодный рассадник, ну, прямо на улице в открытом грунте сеять. У меня и та взошла, которая в холодной теплице. Ту распикирую по кассетам. И все, что я буду делать с капустой, я все буду показывать. Я в прошлом году не показывала, потому что посчитала, что много видео старых лежит, но вот кто приходит, добавляются новые подписчики. Они в старых не могут разобраться, там очень много, большое количество, там больше тысячи, по-моему, видео. И я решила, что нужно про капусту начать, наверное, новые снимать. Капуста – это тоже больное место у многих огородников. Ее дома вырастить сложно в жаре, она вытягивается. На улице люди боятся, что она замерзнет. Ну, вот нынче будем снова экспериментировать на капусте. Только подождите маленько, сугробы разгребутся сейчас. Здравствуйте, а вы не пробовали желтые арбузы выращивать? Мы выращивали, нам очень понравились, они как медовые. Ну, вот я написала, чтобы вы у меня с языка сняли. Я сегодня за... Нет, не сегодня, вчера же про арбузы начала. Я вчера записала сразу два видео. О том, что пора начать выращивать рассаду, замочила. И второе записала, какие я сорта выбрала. Вот один из этих сортов, как раз желтый, сота меда, который мне прислали. Ну, тоже вот прислала женщина. И завтра это видео я вам выложу. Просто я... У меня интернет медленный, если честно, не очень хорошего качества интернет. И я все ролики, которые я хотела бы выложить, я не успеваю. Некоторые лежат даже невостребованные. Вот один про арбузы успела выложить, другой нет. Сегодня уже про холод и про сохранение рассады. Я посчитала, что они более актуальны. Я их выложила, а арбузный опять остался на завтра. Завтра выложу, и как раз про желтый арбуз я скажу. Это будет эксперимент. Ни разу не выращивала, но соблазнилась. Буду в этом году выращивать. И буду потом расскажу, как я арбузы выращиваю. Естественно, у меня нет отдельной теплицы для арбуза. У меня будут два арбуза с томатами в теплице расти, два арбуза с перцами в теплице расти. Я их как бы подсаживаю. Может быть еще там в одной теплице в углу. Отвожу угол, по два, по три арбуза высаживаю, потому что полностью теплицу занять, ну, это сильно жирно будет для арбузов. Потому что арбузы считаются вроде как баловство. Концовочка супер, хоть бы одним глазком увидеть идеальный климат. Вот это я где говорила, что может быть есть где-то в стране такой климат, где без проблем в огород можно семечко посадить, и оно вырастет. Ну, не верится никому, что есть такой климат. Прямо заметно, как вас распирает от информации желание поделиться опытом. Вроде говорите за свидание, тут же появляется новая фраза, которая затягивает в беседу. Это да, я пишу, это точно. Меня нужно принудительно тормозить. Не дай волю, я буду пять часов рассказывать, рассказывать, все показывать на пальцах. У меня начинается жестикуляция. Видели у меня как руки, не могу их вот так, надо бы положить, а они сами что-то там показывают. И Лена пишет, Ольга, здравствуйте, поздравляю, каждый день смотрю ваше видео. Сегодня еще узнала, что вы моя ровесница, моя жизнь похожа на вашу в детстве. Не хотелось полоть грядки, а теперь от земли не могу оторваться. Ну, Лена, вы не первая, кто об этом пишет. Вот уже несколько комментариев прочитала, у всех одна и та же ситуация. Сначала не хотел, гнали прутом, а теперь не оторвешь, теперь не вытащишь с огорода. Любовь Марина пишет, Ольга, поздравляю, процветание дальнейшего канала, благодарных подписчиков, и вы правы, когда в нас в детстве принудительного цену заставляли работать, этим самым нам привили любовь к родной земле. Просто осознание всегда приходит позже. Спасибо вам за канал, всех вам благ и хороших урожаев. Ну, кому-то приходит осознание, а кому-то, наверное, и нет. Не все на закате дней любят в огороде возиться. Некоторые, наоборот, бросают огороды. У нас садов столько брошенных, так жалко. Так, Галина Мешкова пишет, канал просто супер, ни одного видео не пропускаю, смотрю с большим удовольствием, хотя я не начинающий огородник, но знаю много интересного. У меня муж тоже увлекается рыбалкой, а я двумя огородами. Ничего себе. Мне тоже говорят, вам, наверное, земли мало, 6-7 соток, вам бы вот еще один огород. Я говорю, да боже, упаси. Но мне, если да, еще больше земли. Я что там, я же убьюсь там, я не буду вообще ночевать домой ходить. Я же буду все дальше, 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 как распространяться по всем этим огородам, но и меня потом там не найти. Нет, меня надо тоже ограничивать в земле. Вот мне 7 соток хватит. Я и на 7 сотках умудряюсь вырастить все, что мне нужно. А больше, если огороды, это все потеряно будет. Потеряшка. В кустах буду там лазить с утра до вечера. Так, Марта, спасибо, Ольга. Поздравляю вас. Большой молодец. Благодаря вам. У меня, как у новичка, сразу все получилось в выращивании томатов. И это в первый мой сезон огородничества. Спасибо вам. Вот, Марта, за таких, как вы, я особо рада. Мне так нравится, как пишут, когда пишут, вот только начала первый год и прям все получается. Мы-то в первые годы, как бились раньше же, не интернета, никаких этих, как обеззараживателей, протравливателей. Сильно-то ничего и не было никаких. Что вырастет, то вырастет. Это, как сказать, на это, ну, перекрестишь и пошел, высадишь. И очень много лет иногда бывало, что и не получалось. Молодые, у меня вот мама уже не была рядом, все. Вовремя не спросила, когда по самой молодости в детстве. Я видела, конечно, как она делает, но я сильно не интересовалась. У меня мать была, это руки золотые, у нее все росло. Как говорят, из рук прям все растет. А у меня сначала не получалось, я думала, то ли я не такая или что. Но потом-то все пришло, конечно. Все, наверное, правда с возрастом. Наталья Шульгина пишет, хорошо, конечно, и лишним не будет хлебушка к помидорчикам купить. Да и не только хлебушка, можно и кусочек мяска. Я вообще, все, что вредно, я все люблю. Хлеб есть с моей фигурой, нельзя склонность к полноте. Хлеб люблю, и шашлык люблю, и все люблю. Все бы купили, если бы нам денюжек давали. Светлана Сергеева, ура! Вам и вашему каналу спасибо за то, что делитесь богатым своим опытом. Очень много информации. На больных не надо обижаться. Мы вас очень рады видеть и слышать. Спасибо, Света. Я уже теперь беру, держу себя в руках. На больных не обижаюсь. Первый год было время, плакала. Кто-нибудь напишет какую-нибудь гадость. Я виду не подаю, но слезки-то на колесках. Все-таки девичья душа. Ляжешь вечером, поплачешь, утром опять встаешь к компьютеру и снова. Сейчас уже более стало так это, как немножко начинаю броню выставлять. Галина Мешкова, поздравляем, у нас уже 101 тысяча. Валентина Лаврентьева пишет. Большого здоровья вам, оптимизма. Пусть все недоброе обойдет стороной ваше дело, которое нужно многим людям. Спасибо, Валентина. Я тоже хочу, чтобы все обошло стороной. Ну так, конечно, не получится. Пожелания хорошие, но в жизни, конечно, не всегда так. Снежина Мартьянова пишет. Ольга, вы мой самый любимый учитель в огородном деле. Желаю вам здоровья, дальнейших успехов, сил. Софья Мордасова. У нас на Урале ночью было минус 14. Софья Мордасова. Ничего себе! У меня аж поперхнулось что-то. Если к нам это придет, я не знаю, куда я свои томаты из теплицы буду затаскивать. Я же их по стаканам распикировала, они уже как... Их столько же, но они по объему-то больше. Это ужас. Такой мороз. Пойду к соседям проситься. Ну, постой, Валентина Королева. А может быть, это снять какую-нибудь посуточную квартиру и занести туда томаты за ночь. Оля, поздравляю вас. Вы правильно говорите, что общаетесь с нами на равных. Поэтому мы подписаны на ваш сайт. Я дачник со стажем, но каждое утро начинаю с вашего сайта. Здороваюсь с вами, просто слушаю с удовольствием. Удачи вам. Вот, кстати, вот Валентина Ковалева вы написали, что здороваетесь и слушаете. Я никогда раньше, вот я уже вроде как, ну, такой, не скажу пожилой, но довольно-таки зрелый человек, никогда не думала, что виртуальная реальность может вот настолько быть... Что я хочу сказать? Я тоже вот привыкла к вашим комментариям. Я действительно, я каждое утро подхожу, и я уже расстраиваюсь, я переживаю. Вот вы говорите, я здороваюсь с вами. Я стою, открывая ваши комментарии, кто-то пишет, у меня что-то пропало, у меня что-то заболело, я уже волнуюсь, я уже стараюсь там кому-то напечатать, у кого, например, вопрос. Нам всем надо уже удачно пережить, мне кажется, тут каждому второму пожелаю, все сейчас в такой ситуации, у кого-то холодно, у кого-то еще что-то. Ольга, Татьяна Большакова пишет, Ольга, вы большая молодец, была у сестры в Ишиме, но купила семян помидор Алтая, почти все ваши сорта, радуюсь, как ребенок, у вас не успела заказать, буду ждать урожая, спасибо за наш канал, жду и смотрю все ваши видеоролики. Таня, спасибо тоже за поздравления, Елена Рыбачева, спасибо, Галина Пляшкина, Ольга, поздравляю за достижение такого успеха, горжусь землячкой, тоже проживаю в Бийске. Спасибо, Галь, у нас из других городов намного больше, чем вот из Бийска, потому что я говорю, Бийск не очень большой город, и, наверное, мало люди смотрят через интернет. Светлана Орехова, спасибо вам большое, низкий поклон, Татьяна Малетина пишет, поздравляю, Виктория Синько, поздравляю Ольга, теперь нам будет еще рада с ним проводить огородный сезон, к сожалению, вчера мои родные уронили ящик с 30 стаканами томатов для теплицы, да так, что почти все сломались, но я все равно верю, что у вас у нас сезон пройдет отлично, будем вспоминать эти неприятные моменты с улыбкой, наверное, да, с улыбкой. Ну вот вам уже написали, Вик, написали, томаты очень легко дают корни из отломанных, если очень мало рассады, то поставьте верхушечки, они дадут корешки, может быть, еще даже догонят. Пономарева Ольга пишет, слушаю вас, узнаю себя, также в молодости заставляли родители полоть, каждый второй комментарий, как нас заставляли полоть и поливать грядки, потом в лихие 90-е заставляла нужда, а теперь я тоже на пенсии каждый год с января уже чешутся руки что-нибудь посеять. И что это с нами случилось? Сначала заставляли, теперь уже руки чешутся у нас у самих. Я с вами еще с одноклассников, потом мы создали группу Огородная Азбука, потом появился канал на Ютубе и любят вас, потому что просто и доступно отдаёте свои бесценные знания всем желающим. А все новички безумно рады, что можно без всякой хлорелы, разудфиксирующей, фосфорокалилирующей, намобилирующей бактерии получать огромные урожаи со своей родной земли, как это делали наши прадеды. Желаю вашему каналу дальнейшего процветания, его хозяйке здоровья, любви, понимания родных, близких людей, благодарных подписчиков, хорошей погоды, богатых урожаев. Спасибо, Оль, если бы все это сбылось. И вот Надежда Иванова написала, если вы не видели этих бактерий и не желаете знать этих процессов, то это не значит, что они отсутствуют. Действительно, без них вы никакого урожая не получите. Это придумано не человеком, а создано природой. Ну и тут Оля пишет, никого не хотела обидеть, просто к слову пришлось, наверное, неудачно привела, извините. Надежда, ну вот вы так тоже сразу прямо на нее напали. Она просто имела в виду, что действительно вот иногда называют такие всякие, ну как, конечно, все это может быть есть, но если он начинающий огородник и ему сразу вот это вот, как сказать, вывалить на него вот эту массу, всю кучу информации, он может неправильное представление об огороде сделать, что это так сложно, что это нам обязательно нужно все знать. Но я уже говорила, что у большинства огородников и нет биологического образования, и никогда раньше никто про это не знал, и все равно все выращивали. Все бактерии, конечно, это есть. Но я тоже вот склоняюсь к тому, что половину этих знаний не обязательно иметь человеку, чтобы удачно огородничать, чтобы любить землю, чтобы получать хороший урожай. Никого она не хотела Оле обидеть, она просто, чтобы люди лучше поняли, она вот это вставила, что хорошо, что все просто и ясно. Если кому-то нужно будет углубиться, очень много научных статей пишут, и доктора наук, и все. Потом продолжить обучение можно без труда. Я вот всегда покупаю энциклопедии, покупаю различные журналы. Если кому-то нужно углубиться, он углубится. Но первоначальная вот эта вот базис, самый азбука, вот именно азбуки, они должны быть очень простые. Именно полив, именно условия, именно посев. Тут кто-то может быть и остановится на этом уровне, кому-то этого дальше ничего не нужно. Главное не усложнять в самом начале, не отпугнуть человека от земли, именно от огородничества. Иногда некоторые прочитают статью или послушают и подумают, ой, нам это вообще непостижимо. И откажутся. Я хочу, чтобы начиналось все помаленьку, с самого простого. Сначала огородная азбука, а потом, может быть, и огородная академия будет. Ольга, вы мой главный учитель, выращивая томатов. Спасибо вам. Надежда Уткова пишет. Поздравляю вас с достижениями, удачи, счастья, здоровья, больших урожаев, верных подписчиков, хороших друзей. Благодарна вам за очень полезный совет и рекомендации. Владимир Калягин пишет. Как по Чуйскому тракту дорога пели раньше. Поздравляю землячку Шукшина. Но я не только землячка Шукшина. У меня папа даже с ним и, как это выразится по-культурнее, и гуливал. Они же ровесники, жили недалеко. Они в Баклане, а мы вот прямо на берегу реки Катуни. И если честно, он когда приезжал с Москвы, то для многих деревенских мужчин был праздник. Хорошо угощал на берегу, там застолья были. Но я была маленькая, я, конечно, с ними вместе не гуляла, но мама сильно ругала отца, что он опять с Васькой гуляет там на берегу. Так, уже 100 тысяч. Поздравляю. Вика Гольдцигер. Оля, поздравляю вас. Вы супер. В действительности королева помидор. Я исколесила почти весь YouTube в поиске, как вырастить помидоры. И ни у кого таких помидор, как у вас, не видела. Нет и таких подробных инструкций, доходчивых для нас начинающих. Вот именно про это мы и говорим, что доходчивые для начинающих информации, они важны в начале пути. Я, как и вы, на даче выращивала только цветы. Стала старше, появился ребенок. И хочу красивых, вкусных помидор, арбузов, дынь, капусты. Спасибо вам за все. Еще никогда так не ухаживала за рассадой, как в этом году вместе с вами. Хотела бы видеть вас еще в прямом эфире, типа болталочки. Это было бы здорово. Вика, но я, конечно, с этим ни с чем не знакома. Я потом поинтересуюсь. Но это будет, конечно, после того, как пройдут метели, после того, как мы высадим все в грунт. Сейчас у меня вот только это, это, это. Потому что для того, чтобы делать вот эту болталочку, нужно какую-то информацию найти. Вы знаете, что я тут валенок жив в интернете. Я уж всем сказала, ни от кого не скрываю. Если я даже не знала, что существует серебряная кнопка, за два года существования канала даже не слышала об этом. Представляете мой уровень технического развития. Так. Ну все, я сейчас буду закругляться, а то сильно много. Вот пишет Валентина Гоценюк. Спасибо большое, Ольга. Я вас услышала. Анжелика Ашелкова. Спасибо за ваш труд. Много полезного. Вы мне очень симпатичны. Симпатична я из Бийска. Мы земляки. О, землячка. И Наталья Осуль. Вот хочу на этом именно остановиться, потому что этот человек пишет вот, что спасибо вам, в чем-то я с вами не согласна, но ваша доброжелательность, открытая жизнерадостность очень мне нравится. Я вот хочу заострить внимание на этой фразе. Конечно, мы не должны быть согласны вот прям друг с другом на все 100%. Вот именно в этом и интересно, что кто-то вот, и вот про эти по два томата в одну лунку, кто-то прям нахваливает, кто-то взялся повторить, ему так нравится. Кто-то пишет, это издевательство над растениями, никогда так не делайте. Кто-то отщипывает корень при пикировке для того, чтобы стимулировать корневую систему, чтобы вот эти боковые хорошо росли. Кто-то говорит, нельзя отщипывать, зачем вы так делаете? Томаты после этого не вырастут, корень должен у них идти искать. Вот в этом и прелесть вот этой огородной самой жизни, что там столько много вариантов, и у каждого человека обязательно должно быть свое мнение. И вот, Наталья Осуль, вы пишете, что вы в чем-то со мной не согласны. Это очень хорошо, это правильно. Я тоже со многими в чем-то не согласна. Я вот иногда и видеоролики смотрю, но изредка правда. Вот они делают так, а мне это не нравится, я делаю по-другому, по-своему. А у кого-то наоборот. Я вижу, что делает так. Мне сразу нравится, я думаю, оп, ну-ка, это нужно перенять, слезать вот этот метод и применить на своем огороде. И вот один раз я говорю, что много-много лет назад про два томата в одну лунку тоже, ведь у какой-то огородницы, я статью читала в этом журнале, она и вот нахвалила этот метод. Я первый раз как попробовала и влюбилась в него навсегда. Я не весь, конечно, огород так засаживаю, есть у меня по одной в лунку, но какие-то томаты прямо под в лунку мне нравятся идеально. И поэтому не должны мы быть все согласны, и это очень хорошо, что кто-то согласен с чем-то, кто-то не согласен. И из этого именно возникает весь этот калейдоскоп наш огородный. Вот вы пишите, вот в этом году хочу попробовать посадить томаты под в лунку, но купила ваших сибирских сортов, все в этом году попробовать не получится, участок маленький, нет теплицы. Посеяла в начале марта несколько томатов для раннего урожая, так розовый мед зацвел в середине апреля. Желаю вашим растеткам пережить холода, закалиться, порадовать всех нас. Спасибо вам. Учите нас, учите нас, не обращайте внимания на доброжелателей, им видно скучно, вот и ходят по каналам, пишут гадости, чтобы другие обратили на них внимание. Ущербные, их надо пожалеть. Удачи в вашем нелегком труде. Я тоже желаю всем удачи, девочки. Спасибо всем, девочки и мальчики, кто меня поддерживал все эти коды, потому что вы видели прекрасно, там бывают иногда такие комментарии, что без посторонней поддержки надо, наверное, было бы психолога вызывать. Иногда такое напишут, что желаю всем тоже пережить холода, желаю всем вместе добиться больших-больших-больших успехов в урожайности, повысить урожайность. Если даже кто-то не получит в этом году большой урожай с первого раза, но все равно это будет опыт. Значит, на следующий год вы с учетом своих ошибок точно на 100% получите урожай. Главное не сдаваться, как я всегда говорила, первый год не получится, на следующий год повторяйте снова, на второй не получится, третий раз. Я иногда по пять раз одну и ту же операцию из года в год повторяю, как я вот с петрушей-огородником мучилась. Я не могла понять, как его растить. В теплицу посадила, пообщипала ему эти пасынки, ничего на нем не получила. Думаю, ну что за сорт какой-то вообще беспонтовый. А оказалось, у него все плоды на пасынках в основном. Второй-третий год пробовала, но потом я поняла, что это за петруша-огородник. И вот теперь все свои вот эти ошибки, все свои косяки, я уже знаю, и я могу другим что-то посоветовать, чтобы по три года один и тот же сорт не... не... Продолжение следует...